Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу о прекрасном, замечательном цветке под названием Диплодения. Я этот цветок заказала через интернет. Был вот такой маленький отросточек, потому что за этим цветком гонялось около трех лет. И, к сожалению, в магазинах нигде его не было. Но очень сильно он мне нравился и хотела я себе такой приобрести. Итак, что он собой представляет это растение? Это растение королевская лиана под названием Диплодения, еще ее называют Мандивила, еще по-другому называют Чилийский жасмин или Боливийская роза. Очень красиво цветет, разные виды у нее есть. Есть красная краска, есть розовая, есть белая. У меня цветет она красно-белым цветом, когда зацветет обязательно сниму видео, расскажу. Вот сейчас она уже, как мы видим, заложила маленькие бутончики. Итак, какой требуется ей уход? Так, и как в прошлых всех видео, я рассказывала о горшке, которыми я всегда пользуюсь. Это горшки с поливами. Вот, естественно, растение я пересадила в такой горшок, потому что, когда я его приобрела, дренажа там не было и земля мне не очень нравилась. Как только растение пересадило, оно сразу же пошло в рост и начало, так как это лиана, оно начинает заплетаться. Потому ей необходима вот такая лесенка. Ну, естественно, когда растение будет подрастать, я приобрету побольше. Ну, вот этой лесенкой я заплетаю это растение. Ну, у нее такие вот отводки. И вот так вот можно закрутить в такую сторону, которая вам нравится. Листики у нее ярко-зеленого цвета, глянцевые. Цветет она очень обильно. Цветки держатся до 10 дней. Значит, грунт ей нужен средней кислой почвы. Это подходит почва для азалий и ротендронов. Полив в летний период ей нужен обильный. Но так как у меня горшок с поливом, то есть я наливаю. Как только растение выпила, я просто подливаю в поддонную воду. И, в принципе, с поливом нет никаких проблем. Растение довольно неприхотливое. Опрыскивание не требует. В летний период выдерживает температуру до 35 градусов. В зимний, конечно, период для закладки бутонов нужен ей, конечно, прохладный климат. Ну, где-то в 17 до 20 градусов хотя бы. Тогда она будет залаживать бутоны и успешно у вас на весну начнет цвести. Но так как я это растение заказывала буквально 2 месяца назад, то есть оно было маленькое, сейчас оно уже хорошо пошло в рост. И, надеюсь, оно зацветет, чтобы показать. Цветы просто изумительные, имеют запах. Красивый красный с белым у меня цвет. Вот. Так, на дно горшка обязательно ей требуется керамзит. Почва, как я уже сказала, слабокислая. Это для азалийродендронов подходит. Пересадку ей необходимо делать по мере ее роста. Как вы видите, что уже размеры... Ну, вот я пересадила в такой средний горшок, но я думаю, если она так будет у меня расти в дальнейшем, то ей потребуется через год уже горшок в 2 раза больше. То есть растение требует чем больше горшок, тем даже лучше. Летом ее можно выносить на свежий воздух, но солнце в летний период, она боится, чтобы не получить листики, не получили ожоги, то лучше, конечно, солнце забирать. Можно в полутень. А в зимний и весенний, то есть осенний период, на солнышке спокойно она у вас может расти. Ну вот. Так, удобрения вносятся раз в 2 недели, это в летний и весенний период, и один раз в месяц в зимний и осенний период. Я ее подкармливаю для цветущих растений, но также можно использовать, как и для азалий удобрения, то есть подкисливаю тоже воду, как и для азалий, немножко пару кристаллов лимонной кислоты раз в 3 недели, для поддержания, чтобы почва поддерживала кислую среду. Ну вот, такое растение. Когда зацветет, обязательно вам продемонстрирую. Цветы у нее довольно-таки крупные, и цветет она довольно обильно. Видела вживую один раз это растение, очень-очень красивое, и очень красиво цветет. Так вот, такое мое видео. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всем пока!